Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России дожились уже просто до ручки. Сегодня опубликовано видео, если найду, сейчас прицеплю снизу ссылочку, значит, уже опубликовано видео, как заградотряд расистов расстреливает своих же отступающих солдат. Ну, это, знаете, это просто не то что дикость, это вообще, это уже запредельная жестокость и запредельная мерзость. Почему? Потому что вот эти подобные вещи практиковались, ну, практиковались сотни лет назад, например, у ордынцев. Но в Римской империи такое практиковалось, да, казнь каждого десятого, по-моему, да, за отступление. Но как-то по-другому-то, конечно, такие вещи ни у кого не допускались. Но вот сегодняшняя Россия, она опустилась до стандартов, которые были там 800 лет назад, 1000 лет назад. Ну, или до сталинских стандартов. Надо сказать, что сталинские стандарты были тоже все такими же. Расстреливали тысячами собственных солдат. Даже есть статистика, сколько было расстрела во время Второй мировой войны. Так вот там на первом месте с огромным отрывом Советский Союз. Я уже не скажу вам точно, сколько их было там, но счет шел на миллионы. И Германия была на втором месте, причем с огромным отрывом. То есть там в разы, в разы было у немцев меньше расстрелов. И вот увидев, как сегодня они просто из пулемета положили с десяток своих солдат, которые отступали. А, собственно говоря, смотрите, почему они отступают. У них очень часто им что, им дают? Им дают трахтомат какой-то там старый, да, ржавый. Им дают там, может быть, гранатомет один на десятерых. И может какой-то ручной пулемет. Вот это все, что у них есть. А потом говорят, а ну, говорят, сдержите там укропов. Ну, а наши же идут нормально, с техникой совсем. Конечно, драпают. Что им делать остается? Им надо драпать. Потому что шансов сдержать наших воинов у них тупо нет. И тут их начинают расстреливать. Ну, вы можете сказать, что нам, в принципе, конечно, наплевать на проблемы расистов. Да, наплевать. Но их проблемы, они очень показательные. О чем говорят такие проблемы? Проблема, говорят, очень о простой вещи. Им тупо нечем воевать. Или же, по крайней мере, может им есть чем воевать, но не всем. Далеко уже не всем. И единственный способ каким-то образом оградить себя от бегства собственных войск, это запугивать их, собственно говоря, вот таким вот заградотрядом, который будет стрелять им в спину. Поможет это? Я думаю, ответ очевиден. Им уже ничего не поможет. Потому что все будет Украина. Слава Украине! Привет всем от Полонского! По поводу ситуации на фронтах сейчас. Прежде всего, даже не о ситуации расскажу, а о том, чего делать не стоит. Не стоит эту ситуацию черпать из российских источников. Почему? Это все пропаганда, они лгут. И очень многие наши, почитывая всяких там Стрелково-Гиркиных и Шмиркиных и прочих тупыркиных, создают неправильное себе впечатление о происходящем. Значит, ситуация с точки зрения расистов, как вам сказать, что они рассказывают? Они рассказывают приблизительно то же самое, что они рассказывали вот в конце февраля-начале марта прошлого года под Киевом. Они уже Киев взяли раз, два, три, четыре, перебили всю нашу авиацию, уничтожили всю артиллерию, танки наши сошли за два дня. Ну, вот эту всю ахинею донесли, и вот любой человек, так взяв эту всю информацию с той стороны, сказал бы, боже мой, хана, хана, все. Вот, на самом деле, вы же все прекрасно помните, что потом произошло. Произошел жесть дохлой моли, и они, как говорится, дали просто-напросто деру, свинтили оттуда. Вот, приблизительно сейчас точно такая же картина здесь. Ой, мы подбили сто пятьсот миллионов этих леопардов, мы захватили шесть тысяч двести тридцать пять Брэдли, разбили, не знаю, сорок три дивизии врага, и тогда это то, что они сейчас несут. Что же происходит на самом деле? На самом деле, по признанию, как немецкой, так и английской разведок, Россия в настоящий момент для поддержки штанов своих передовых линий бросила в районе 90% от имеющихся у нее на явных резервах, причем снимает военнослужащих даже с херсонского направления, которое раньше довольно серьезно охраняли. Теперь они считают, что там разлилась водичка, значит, и там удерживать не надо, значит, будем их использовать в Донецкой области и в Запорожской. То есть, они их сняли. 90% всего, что у них уже было, они сейчас на фронт послали. Это, скажем так, это данные не украинские. По тем же самым данным, Украина использует максимум на сегодняшний день 25% резервов в тактических атаках. Что это значит? Тактические атаки это предварительные ласки, скажем так, предварительные атаки, которые проводятся перед решающим наступлением. То есть, решающее наступление лучше проводить, взломав уже, например, передний край, заняв господствующие высоты, понимая, где находятся точно укрепрайоны противника, и, скажем так, улучшив свое тактическое положение. То есть, то, чем мы заняты сейчас, это тактика. Занят ту высоту, вот там село, там еще село, оно выше, оно ниже. Там они взорвали дамбу, соответственно, нужно зайти с другой стороны. И т.д. и т.п. То есть, наши улучшают свое тактическое положение. Одновременно к Андропупе, рашистские всякие там системы логистики, железные дороги и т.д. и т.п. С тем, чтобы в момент, когда действительно ударят основные силы, удар пришелся, ну как нельзя, кстати, и хорошо, и качественно. И вот это надо, собственно говоря, осознавать. Сейчас нет еще прорыва на Мелитополь, потому что его, в принципе, не было физически. Или на Волноваху, да. Но его не было еще пока что. Или на Донецк. В то же время, несмотря на то, что практически основные резервы и близко не введены в бой, есть довольно неплохие успехи, мы вам рассказывали. Взято несколько сел, взято несколько высот. Вокруг Бахмута продолжается медленное, но постоянное продвижение в нужном нам направлении, что на севере, что на юге. То есть, ну, ребята, происходит очень хорошее событие. И при этом мы, да, есть потери в технике, но они, скажем так, близко не критичны. Вот так вот, чтобы вы понимали. Таким образом, слушайте, что вам говорит Генштаб. И не впадайте в панику, слушая пропаганду вот этих вот вражеских голосов. Это просто бессмысленно. Они занимаются ИПСО. Больше ничем. Они просто лгут. Лгут и лгут, пытаясь посеять смуту, панику и т.д. На самом деле, у них дела идут плохо. У нас дела идут гораздо лучше. Ждем более решительной фазы наступления. Помните, 90% своих ресурсов они уже задействовали. Слава Украине! Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Хочу обратить ваше внимание на один очень интересный факт. Япония впервые за всю свою послевоенную историю, то есть с 1945 года, приняла закон, разрешающий поставки оружия на экспорт. Догадайтесь, для какой страны. С одного раза. Вот и я за это. Да, правильно. И это же не только Япония. Швейцария сейчас в процессе принятия точно таких же решений. Там уже Верхняя Палата проголосовала. Сейчас будет переголосовка. В Нижней Палате Швейцарского парламента. Я уверен, что примут. И мы получим швейцарские БТРы. Я бы не сказал, что это настолько критично. Японская или же швейцарская военная помощь. Это хорошо, это отлично. Но это не критично для ВСУ. Но речь идет о другом. Вы посмотрите. Впервые Япония после войны. А вот Швейцария вообще, наверное, впервые в своей новой истории продает или передает оружие за границу. Это страны, которые вообще не хотели даже слышать о том, чтобы дать свое или передать свое оружие кому-либо вообще. Но вот эта вот сумасшедшая российская агрессия, она просто подняла на дыбы весь мир. Ну, кроме Эритреи и Зимбабве. Тем, понятно, тех все устраивает абсолютно замечательно. Говорят, что в Никарагуа тоже всем довольны. Но это все. Это все, да. Все остальные как-то не очень счастливы. И выглядят, более того, удрученными. И поэтому весь цивилизованный мир, посмотрите, сегодня как один буквально встали и передают Украине оружие. Вот только Бельгия приняла решение, извините, не Бельгия, Дания, приняла решение передать там артиллерийских снарядов на 32 миллиона евро. До этого такое же решение принимала, опять-таки, небольшая страна Бельгия. Соединенные Штаты, Германия, Финляндия, Франция, Швеция, Хорватия, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, и говорить даже не буду. Вы посмотрите, весь мир. Весь мир просто помогает. Тайвань. Весь мир помогает Украине. За Австралию молчу и за Канаду. Вот. И парочка абсолютно сумасшедших диктаторских режимов помогает фашистской России. То есть, мы видим, что на сегодняшний день изоляция России гораздо более серьезная и гораздо более, скажем так, уровень нерукопожатости российского руководства гораздо хуже, чем он был у Гитлера. Потому что все-таки, как там ни крути, но у Гитлера была коалиция, условно говоря, цивилизованных стран. Посмотрите, за него воевала европейские страны. Италия, Венгрия. Относительно помогала Испания, но не воевала. Не, воевала тоже, что ж голубая дивизия там была, да. Финляндия. То есть, у Гитлера была коалиция не из Эритреи, из Зимбаббе, понимаете. А у Путлера, который является духовным сыном, внуком и вообще реинкарнацией Гитлера на этом свете, этого всего нет. Ну, дело в том, что копия всегда хуже оригинала, да. Во-первых, у Путина есть вот эта идиотская челка, как у Гитлера, да, вот эта с начосиком такая, да, а-ля Трампа, ну, потому что он пляшивый, лысый, тут же ничего нет, он лысый абсолютно. Вот. Ну и все, это все, что у него есть от Гитлера. Тот хотя бы, понимаете, фюрер тут хотя бы не кололся, был бесноватым абсолютно, да. Но не колол себе ботокс, вот так со всех сторон, чтобы борда лоснилась, вот такая вот, и чтобы ее перекорежило на один бок. А Путин, вот он, как говорится, косплеет Гитлера во всем, да, даже молятся на его фуражку вместе с Гундяевым. Но вот копия, вы понимаете, она всегда хуже оригинала, да. И это показывает международная коалиция, которой не было даже у СССР, когда он в самые тяжкие дни войны, Второй мировой, воевал с Гитлером. Не было такой поддержки, как на сегодняшний день есть у Украины. А это о чем говорит? Что Украина обовязкова переможет. Слава Украине! Слава Украине! Привет всем от Полонского! Все вчера, наверное, видели очень интересное выступление Скобеевой, пропагандонши, о том, что китайцы, неплохо бы попросить китайцев помочь им России с личным составом, так сказать, чтобы, как она сказала, а вот неплохо бы получить от Китая миллион, два или три миллиона солдат для войны с Украиной и послать их на фронт. И, ну, все, знаете, покрутили у виска, типа, ну, Олечка сливной бачок в своем репертуаре, но покрутили у виска не все, а вот в Китае к этому очень сильно прислушались. И послушайте, что ответили Олечки, читатели сервиса Вайбо, это один из крупнейших китайских пабликов, где миллионы отзывов, в том числе и на эту тему. Так вот, наиболее такие популярные отзывы от китайских пользователей Вайбо. В переводе. Без проблем. Готовы предоставить 3 миллиона бойцов для обороны Хайшань Вая. Это, кто не знает, китайское название Владивостока. На север, на север. Вернуть наши моря и горы. Следующее. Хотите использовать нас, как пушечное мясо? Следующее. Не отказывайтесь. Вот это выглядит, словно мы этого требуем. То есть, ну, давайте сходим, заберем. Следующее. Китайские солдаты защищают только китайский народ, внимание, и китайскую, внимание, землю. Неужели Россия хочет вернуть наши территории? И следующее. Эти волосатые варвары, что ли, совсем сошли с ума? Вот это истинное отношение китайцев, обычных китайцев, к России. То есть, мы прекрасно видим, что единственное, что сегодня в голове есть у китайского обычного, китайского обывателя, а у китайского обывателя в голове обычно то, что ему говорят по телевизору. Потому что Китай такая страна, где партия и правительство контролируют абсолютно все. Соответственно, если у Китая... Вот что в голове у 90% расистов, ну, или 80%, тех, кто вот этих вот ненормальных поддерживает Путина. Правильно. Фразы Соловьева, Киселева, кто там это, Олечки Сливного, Бачка, Боброедки, Шейнина и прочих-прочих-прочих в этой нестим числа по телевизору. То есть, у россиян в голове телевизор вместо мозгов. Я не хочу сказать, что китайцы такие же тупые. Ну, не все. Но, скажем так, некоторая часть, очень серьезная часть китайцев, так же, как 80% россиян, естественно, подвержены влиянию китайских телепрограмм. А если они подвержены влиянию китайских телепрограмм, значит, вот по этим телепрограммам говорят вот именно это. что все, что на север от китайско-российской границы, это тоже Китай. Просто по недоразумению временно захваченной, так называемой, Россией. И доля правды в этом, конечно же, есть. Однозначно. Тут не о чем разговаривать. И вот, как говорится, видите, китайцы не хотят, чтобы их использовала Россия, как пушечное мясо. Единственное, что они хотят, это вернуть свои северные территории, которые сейчас занимает та же самая Россия. И да, большой привет Олечке Скобеевой. Кого ты там следующих позовешь? Нигерийцев? Эритрейцев? А может, сразу зимбабвийцев? Не, лучше никарагуванцев. Слава Украине! Слава Украине! Привет всем от Павлованского! По поводу путинского недержания сегодня ночью. Значит, было две тревоги. Одна ночная, где-то часа в два ночи. Были ракеты, были шахеды. И вторая, вот прямо сейчас, в районе там 7 утра, тоже была. Были ракеты. Значит, ночью, более глубокой ночью, было 10 этих бомбардировщиков Ту-95, которые запустили ракеты Х-101 в сторону Украины. И вот, насколько я знаю, то одна из них попала в жилой дом. Одна из путинских ракет попала в жилой дом в городе Кривой Рог. Это город нашего президента. Именно поэтому они, значит, таким образом, вот, расисты мстят. Мстят за свои поражения на фронте, за то, что им сейчас во время подготовки к контрнаступлению насыпают на фронте. Ну, а расисты по своей привычке мстят кому? Правильно. Мстят гражданским, потому что на фронте они абсолютно импотентны и ничего сделать не могут. Соответственно, вот, на сегодняшний момент, на данный момент, я знаю, что есть информация о трех погибших в этом доме. Фотографии, как это все выглядит, можете посмотреть у нас на телеграм-канале. Там это все есть. Ссылка снизу в описании к данному ролику. Известно о трех погибших. Порядка 25 раненых и порядка семерых еще под завалом. Это обычная бежилая пятиэтажка. Криворок довольно длинный такой город. И в этом плане он даже длиннее Киева. И его очень тяжело охватить какое-то ПВО. Ну, это понятно. Там очень нужно много ракет, а у нас их физически нет. Все охватить невозможно. И расисты, пользуясь вот этим фактом, они, значит, посылают ракеты в те места, где ПВО или отсутствует, или оно слабо, с целью просто нанести удар по жилым домам. Все. Больше никакой цели там особой нет. Также несколько ракет летело, я точно знаю, по Киеву. Попко это докладывал еще ночью. Но эти ракеты были сбиты на подлете. Общего количества ракет пока мы не знаем. Но посчитают будет попозже. Но мы выложим на телеграм-канале. Пока же скажу одно. Чего добивается Путин вот таким вот жбурлянием своих ракет? Речь идет, наверное, ситуация о крылатых ракетах. Он пытается вызвать какую-то панику, какую-то истерику гражданских лиц, потому что, я еще раз повторюсь, его бандиты во время нашего контрнаступления ничего сделать не могут. Соответственно, они каким-то образом пытаются подорвать это все дело изнутри. Но у него абсолютно ничего не получится. Если он не мог подорвать это все изнутри, когда они пуляли по нам 100-100 с чем-то ракет в день, а у нас не было ПВО толком. Были только эти С-300, С-125. Ну, сами понимаете. Что у нас было еще? Бук М-1. Вот такого рода. Оса. Старенькая все. Вот. А сейчас, понятное дело, что при нынешнем уровне ПВО и при нынешних возможностях сборных сил Украины это все выглядит просто как жалкая месть неудачливого, пляшивого негодяя гражданским людям. Он просто пытается убить как можно больше гражданских с тем, чтобы каким-то образом повлиять на военных. Но это типичная террористическая тактика. Ее применяют не только Путин, но и другие террористы. Просто Путин в ряду террористов с террорист номер один. Вот, собственно, и все. Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Помните, когда выделяли помощь Украине, Соединенные Штаты, то есть одну из последних помощь, там, где были вот эти, вот эта бронетехника, Брэдли, Страйкеры и так далее, то очень многие кричали, что вот, ну, что такое 100 штук, по-моему, этих Брэдли было, или 50 штук, или 100, я не помню, по-моему, около сотни там было. Страйкеров чуть больше было, мол, в наступлении вот такое количество, ну, будет перебито довольно быстро, потому что действительно там техника, техника страдает при наступлении, что тут говорить, это абсолютно очевидно. Вот, и говорили, что, ну, опять, вот эти вот, которые любят здраду, они говорили, ой, Америка нас бросает, и это очень мало, у российских, у расистов там сотни БТР, а у нас мало, ну, бла-бла-бла, ко-ко-ко, как обычно, да, вот эта вся история. Вот, так я вам сейчас отвечаю, вот таким вот образом. Смотрите, сейчас Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о очередном пакете военной помощи на 325 миллионов долларов, предыдущий был, по-моему, меньше недели назад, и знаете, что в нем будут, правильно? Те же самые Брэдли и Страйкеры, я еще тогда вам говорил. Смотрите, вот нам дают, условно говоря, там, по-моему, Брэдли, по-моему, 90 штук, ну, я не знаю, ну, плюс-минус, да, 90 пускай, да, 90 штук. Понятно, что это чудесная машина, вот, кстати, по ее качествам, вот одна, есть видео, как она выдерживает попадание Птура, да, а после Птура еще наезжает на мину, и все живы. Вот что такое Брэдли. Если бы эти пацаны сидели в БМП-1, и было такое же, то было бы 9 трупов, просто без вариантов. Это о качестве стали, о качестве защиты в машине и так далее, да. Так же, Брэдли чудесная машина. Ну, за оружие, за орудие, я просто молчу, даже не буду сравнивать. Это космос. Вот. И возвращаясь к этому пакету, и знаете, что в этом пакете? Те же самые Брэдли, и те же самые страйкеры. И я когда-то еще вам тогда сказал, вы поймите правильно, Америка делает следующим образом. Вот нам для прорыва, грубо говоря, на каких-то участках, нужно там 30 Брэдли там, 30 там, еще 10 вот там, ну, условно говоря, так вот я говорю, как-то так, да. И их будут подбивать, понятно, потому что это война. Но знаете, что произойдет дальше? У нас все равно будет на этом пострее 30 Брэдли, на этом 30, и на том 10, условно говоря, понимаете? Их сколько было, столько и останется, если говоря на то, что их подбили. Вот это сейчас так и произойдет. У нас было 100 Брэдли, или там 90 Брэдли. После всех боев, сколько у нас Брэдли, и сколько страйкеров, а сколько было, столько и осталось. Вот. Вот как ставится вопрос. То есть, в настоящий момент, по указу Байдена, у него есть такое право, снимают с складов американской армии те же самые Брэдли, те же самые страйкеры, и в срочном порядке пересылают их в Украину. Это будет беспрерывно идти. То есть, по мере того, как в ИАХ эти машины будут выходить из строя, необходимое количество мы будем у них получать. Вот, собственно, и все. Поэтому, рождества могут даже не стараться. У них к турам не хватит. У американцев тысячи этих Брэдли. Ну, собственно, и все. Если будет надо немножко больше, значит, будет немножко больше. Поэтому, никакой паники нет. Успокойтесь, все нормально, все идет своим чередом. То, что вот наши начали эти паникеры, как обычно, наших людей надо вот знать. У нас есть такая когорта людей, которым вот что не сделаешь, у них паника. Вот паника, истерика. Все вокруг зрада, все плохие, все всех кинули, Европа не помогает, Америка забыла. Вообще, катастрофа кругом, все. Один винт такой гарный, стоите, просто все расповедая. Понимаете? Вот такие у нас есть кадры. Не, без таких товарищей тоже нельзя. Они, знаете, эти кадры, они мне напоминают маленьких собачек по дворе, которые гавкает там по заборам, а бульдог лежит сзади. И слушает, пока оно там по заборам бегает и тявкает. Такой тоже нужен тявкальщик, да? Вот. Но вот я же говорю, всегда надо просто их слушать, да, чтобы понимать, что есть проблема. Но их выводы можно не читать, потому что у этих товарищей, как правило, не очень много мозгов, и они видят, они видят только то, что видят. Понимаете? А влево, вправо они не смотрят. Ну, никак. Я это за паникеров, да? А я сразу, как только там было это количество Брэдли, я еще не знаю того, что произойдет сегодня, да? Что нам дадут еще эти Брэдли, да, и еще страйкеры. Я сразу сказал, сколько у нас там Брэдли? 90. А знаете, сколько будет в начале этих контрнаступов этих Брэдли? 90. А к концу контрнаступа там в Крыльчик, сколько у нас будет Брэдли? Правильно, 90. Вот это надо понимать. Это я сразу сказал. Это было еще где-то видео записано месяца 4 назад, наверное. Может больше. Вот так. Поэтому, так оно и вышло. Все, вот как я говорю, так оно и есть. Ну, а паникеры, пускай паникеры. Дальше, кстати, да, еще что будет в этом пакете помощи, будут ракеты для насамсов и ракеты, и ракеты для хаймарсов. Ну, то есть, ракеты ПВО и ракеты атаки. Ну, хаймарсы отрабатывают сейчас просто великолепно. Поэтому, ребята, не гоните волну, не паникуйте и не слушайте глупых паникеров. Слава Украине! Слава Украине! Привет всем от Полонского к нашей любимой рубрике. А наша любимая рубрика, как известно, потери российско-фашистских войск в Украине. Пришли без спросу, с оружием и у Кондропупелеса отправились на палубу крейсера Москва, который теперь вовсе не крейсер, а целая крейсерская подводная лодка. Вот. И они там, как говорится, все расположились. Правда, в каком порядке, я не могу понять, потому что их уже, чтобы вы понимали, на настоящий момент 216 650 путерастов, которые зашли в Украину и, как говорится, отправились туда, куда Макар Телят не гонял. Или гонял, я не в курсе. Да, гонял, гонял, не гонял, не гонял, не гонял, такое. Да, значит, давайте посмотрим, где они несли потери, где они Кондропупелес, и где наши герои насыпали им больше всего. Итак, расисты получали звездюлей традиционно под Бахмутом. Под Бахмутом они переходят в глухую оборону. Иногда, конечно, пытаются как-то там их подергивать, пошмыгивать, они пытаются опять возобновить какое-то подобие мясных атак, которые у них были раньше. Ни черта у них не получается, и часть города наши герои контролируют. А что касается флангов Бахмута, там у расистов все неприятно, потому что наши им выписывают на Горихе регулярно и качественно, и, соответственно, продвигаются на флангах. Очень неплохо. Так что это одна точка. Вторая точка это, конечно же, Запорожская область и граница Запорожской и Донецкой области, где наши в настоящий момент проводят, как бы вам сказать, тактическое контрнаступление. Тактическое это когда ты пытаешься перед большим контрнаступлением или атакой большой улучшить свои исходные позиции. То есть ты можешь там на километр продвинуться, там на 300 метров продвинуться, в контрместе на 3 километра продвинуться, с тем, чтобы занять господствующие высоты и вообще удобные позиции для того, чтобы шарахнуть по врагу так, чтобы у того, как говорится, и портянки отлетели. Вот. И этим наши сейчас там и заняты. Соответственно, выписывают люлей расистам на Запорожском направлении, ну, можно сказать, и на Волновакском тоже. Ну, и традиционно граница Харьковской и Луганской областей, там им тоже выписывают по самое некуда. Рашисты, как говорится, это все чувствуют и внимают этому делу. За вчерашний день у Кондропуплина 470 путерастов, путинистов и вот общее количество, как я говорил, 216 650. Как говорится, не вернуться домой к мамке-женке. Но мамки-женке и довольны, потому что так был этот алкоголик дома. С утра до вечера пил, бил жену, бил детей, а так, глядишь, вместо него тебе принесли 5 килограмм мороженой рыбы или там 2 куба метра льда. А сейчас вообще красота такая, так вот, за у Кондропуплина путераста дают, это не шутка, билеты в цирк. Вы себе представляете, это мамка-женка, она в жизни тот цирк, она же не знала, где он находится. А теперь мало того, что ей покажут, где цирк находится, так она туда сможет зайти, представляете, ей дали целый билет, один на двоих, вот, и она теперь сможет туда зайти, а кто-то еще там походит вокруг цирка, посмотрит, значит, на окрестности. По-моему, это замечательно. Единственное, они не уточнили, а на каком транспорте, на каких телегах, на каких бричках она до цирка должна из своего райцентра доехать. Но это уже второе дело. Если она хочет, как говорится, повышать свой культурно-просветительский уровень, я думаю, что найдет какого-нибудь другого Ваньку, который собирается как раз ехать на так называемое СВО, и перед этим, как он поедет, вот, чтобы осчастливить и свою Зинку, соответственно, он отвезет вот вдову погибшего путираста, который уже, как говорится, остался в Украине воевать с червяками, вот, отвезет ее прямо в цирке. Она будет повышать свой культурно-просветительский уровень, что замечательно, потому что культурный уровень должен расти вне всякого сомнения. Он у них растет. Соответственно, видите, как хорошо, что вот она, она сидит в цирке, смотрит, как там вот эти клоуны прыгают, как там Высотки, да, пел, вот, с мячиками скачут, или как-то так было, да. А она уровень повышает, это замечательно. Может, даже матюкаться перестанет, но это не точно. Да, значит, за вчерашний день также четыре путинских танка у Кондропупеля всего 3935. И шесть бронемашин. Всего 7642, надо сказать, по бронемашинам. Часть бронемашин пошли на ленд-лиз российский. Напомню, самый мощный ленд-лиз, который получают с бронесилы Украины, это именно от России, потом уже идет от США. И вот сейчас Россия восстановила опять ленд-лиз, вот эти линии, по которым она снабжает Украину своей бронетехникой. Ну, правда, вся бронетехника немного требует ремонта при этом, ничего страшного. У нас есть ребята, которые это все поремонтируют и уже пустят вход, как говорится, на стороне добра против фашизма. Дальше, по артиллерийским орудиям. 20 штук за вчерашний день, всего 3766. По пушкам наши работают прежде всего, чтобы они нам не мешали во время, когда мы уже попрем вперед сильно. кстати, ну, за эти цифры я сейчас отвечать не буду, это цифры, которые публикует английская разведка, немецкая разведка, они говорят следующее, в настоящий момент мы используем где-то 25% своих резервов, а вот расширцы используют порядка 90% своих резервов. Вот можете, как говорится, понять общую картину, да, вот, на секундочку, да, то есть. И еще один момент, то, что у нас идут сейчас потери, вот я уже рассказывал, это по бронетехнике Америка немедленно это дело восстанавливает нам. Соответственно, если вот у нас было 100 страйкеров, или там 90 страйкеров в самом начале наступления, то к концу наступления у нас все равно будет столько же страйкеров, потому что нам досылают новые. То же самое касается Брэдли. Это очень важно. Вчера был у контрпуплен также один вертолет российский, Ка-52, как обычно, полная рухляк, полное барахло, летающий гроб, так называемый, Ка-52, или Ка-50, не успел взлететь, сразу упал. Вот, значит, уничтожен был, значит, получается 314 самолетов, 300 вертолетов. Дальше было сбито два беспилотника, 3309 всего. И подбито две единицы автотехники, всего 6473, и одна единица спецтехники, не указывается какая, всего 511. Наши войска продолжают контрпупить оккупанта, наши войска продолжают выносить их с занимаемых позиций. На сегодняшний день наш генштаб говорит, что освобождено порядка 90 квадратных километров, вроде бы немного, но, учитывая тактические, тактические, подчеркиваю, задачи, которые ставятся в настоящий момент для вооруженных сил Украины, это то, что надо. Наши занимают те позиции, которые будут необходимы для атаки. Как-то так. Все будет Украина. Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Ребята, по ситуации на фронтах. Значит, сразу скажу, что по Запорожскому фронту я расскажу чуть попозже. Значит, там там наши тоже атакуют, но сейчас у меня просто нет данных. Соответственно, единственное скажу, что на Запорожском направлении за прошедшие сутки был очень интересный момент. Наши уничтожили надштаба 58-й расистской армии. Это генерал-майор, вот, в чине генерала-майора. Это уже 10-й генерал-расистов, который был контрпуплен в Украине. И, соответственно, вот, удар хаймарсов привел его к такому вот итогу и войной жизни. Нечего было ходить с оружием в Украину, несмотря на то, что ты генерал, тебя здесь не ждали, да? Дальше поехали. Теперь по другим направлениям. Бердянское направление с бронесылой Украины продвинулись до километра, не захватили, а освободили порядка трех квадратных километров территории. Это за вчерашний день. То есть, вот вы поймите, тоже правильно, ведь это небольшие силы. еще пока что атакуют. Это локальные атаки с целью улучшения тактического положения. В них принимают участие очень ограниченное количество сил и средств. В то же время наносится поражение противнику средствами артиллерии, хаймарсов и так далее. Мы видим, что постоянно отрабатывает Мелитополь, особенно Токмак, которого отрабатывают Васильевку, Васильевку, Васильевский район. То есть, там, где у расистов есть их личный состав и техника и боеприпасы. По Бахмуту, бои идут, инициатива на нашей стороне, если Вы помните, раньше, еще там дней 15-20 назад атаковали расисты, то сегодня от этого уже, как говорится, след простыл и наши продвигаются, ну, за прошлые сутки несколько сот метров в районе Берховского водохранилища. Наши продвинулись там и Торецкий напрямок, это Торецк, это возле Горловки, это опять-таки Донецкая область, где расисты всю жизнь атаковали и атаковали, и атаковали, знаете, у них уже и там нету нет никакой инициативы, инициатива где-то пропала, вот, и у них тут уже идет отрицательное наступление, так же, как и на других участках, опять наши продвинулись на несколько сот метров. Какие-то названия населенных пунктов, Генштаб не делает, и это разумно с тем, чтобы не давать лишних поводов ни пропаганде российской, ни не подвергать опасности жизнь наших бойцов, соответственно, вот мы ограничимся тем, что можно говорить, и самое главное из этого всего, наши продолжают владеть инициативой, и пытаясь полностью минимизировать свои потери, заметьте, у нас ни о каких местных штурмах вообще речь не идет, оккупанты недавно возмущались, что наши провели какую-то атаку, например, и сразу же использовали домовую завесу, они говорят, а мы за 8 месяцев штурма Бахмута, ни разу такого не сделали, это об отношении к людям, да, вот, то есть в настоящий момент наши просто улучшают свое тактическое положение, а потом по какому-то из вот данных направлений будет нанесен удар, по какому? Время покажет, слава Украине! Слава Украине! Приветствуем от Болонского! Похоже, что на России уже начинается постепенная не, скажем так, постепенная процесса по замене Путина, потому что то, что сейчас происходит в плане разрушения их властной вертикали, это просто, знаете, уже ни в какие ворота с точки зрения нормальной организации любого государства, не Лиза. я имею ввиду, конечно же, излишнюю самостоятельность Пригожина, который, знаете, просто вступил уже в открытую схватку с Министерством Вороны, иногда с Кадыровым, имею ввиду того же Кадырова, который вообще чихать хотел на законы Российской Федерации, вообще, по-моему, их там не признает, в Чечне там происходит, я не знаю даже, что там происходит, но законностью какой-то там даже близко не пахнет, там он делает, он да просто удельный князь делает, собственно говоря, все, что считает нужным. А в государстве, в котором происходят вот такие процессы, можно сказать одно, что оно слабое и никем не управляется. Ну что, мы же говорим тогда, что Путин диктатор и никто его не избирал и т.д. и т.п. Вы знаете, это все правда одновременно. Путин действительно диктатор и его действительно никто ни на каких выборах не избирал. Ну, по крайней мере, подсчет голосов мы сами видели, все прекрасно проходил и как само голосование проходило, это нельзя назвать нечестными выборами или как-то по-другому. Так что Путин однозначно диктатор, но проблема же в другом. Проблема в том, что такого диктатора никто не слушает. А это говорит о том, что он, тут два варианта, или не существует этот слово вообще, то есть человека, в принципе, нет. И его, его как бы заменяют фиглярствующие вот такие вот клоуны, я имею в виду всяческого рода двойники, тройники, которые его заменяют и тогда встает вопрос, нет, это не взрыв, ничего, это просто дорожная работа у меня за спиной, там, брукитку, как это называется, брусчатку, брусчатку, разобрали и чинят ее, она много лет не чинилась, теперь перекладывают, чтобы было ровненько. Да, так вот, получается, что либо его вообще нет, либо он настолько ослаб, что его уже не принимают в какой-то расчет и понимают, что не сегодня, завтра он уйдет. и тут встает вопрос, а кто его заменит? Значит, тут есть опять два варианта, есть партия тех, кто хочет продолжать войну и хочет, скажем так, достойного проигрыша, который можно объяснить, и есть партия, которая понимает, что войну выиграть уже невозможно и хотела бы капитулировать на любых условиях, чтобы заняться внутренними делами, под внутренними делами они, конечно же, видят передел собственности. Это, прежде всего, это партия, скажем так, фронтменов, которая является, конечно же, Пригожин, но не лидером. Понятное дело, что там другие люди стоят за спиной и руководят этими всеми процессами. Таким образом, Пригожин осуществляет нападки на Министерство нападения Российской Федерации, множит ее на ноль, заявляя, как бы, то, что а что мы можем сделать, там сплошное предательство, сплошная зрада, там враги народа, это все публично, да, в России. Можно такое вообще представить? Вот и я об этом. И мы за них проиграли войну. Давайте, значит, войну прекращать и будем усиливать армию, будем усиливать оборону, а потом, может, лет через 10, 15, 20 будем как-то решать вопрос по-другому. Вот такая вот пара. Ну, а есть партия тех, которая настаивает на том, чтобы зафиксировать существующее на сегодняшний день положение дел и вот как-то так выйти, знаете, с такой подсчетной ничьей. из этой войны. С моей точки зрения, побеждают именно точки зрения Пригожина и компании, и они в результате могут, короче говоря, он себя чувствует крайне уверенно, без, знаете, серьезной поддержки, ну, ни один нормальный человек, скажем так, я его могу считать кем угодно, но идиотом я его не считаю, ни один нормальный человек, будучи не под наркозом. Делать того, что делает Пригожин, не станет, да, там, брать, брать в плен полковников российской армии, брать в плен военнослужащих, вообще, забирать у них технику, забирать у них боеприпасы, ну, пристворить все, что хотеть. хотеть, атаковать в Бахмуте, хотеть, просто взял, вывел войска оттуда, сами понимаете, это ни в одной стране мира невозможно, значит, значит, ему это позволено делать, а значит, путинская власть совершенно то ли ослабла, то ли ее уже не существует, вот, и, скажем так, если смотреть сегодня на перспективы смены Путина, замены Путина на какого-то другого, то, скажем так, вот, с моей точки зрения, Пригожинская вот эта компания имеет преимущество 60 на 40, перед компанией там Шойгу, Герасимова, ну и прочих, кто за ними стоит, понятно, что часть олигархов за теми, но большая часть олигархов все-таки за Пригожин, потому что, ну, все очевидно, им эта война даром не нужна, им нужно срочно, любым образом из-под нее выйти, им нужно срочно, любым образом выйти из-под санкций, поэтому, с моей точки зрения, шансы партии капитуляции на Россию на сегодняшний день все-таки будут повыше, посмотрим, когда все это воплотится в жизнь, это пока не ясно. Слава Украине, приветствую от Полонского, телеграфное агентство ТАСС, или как оно там называется, информационное агентство, сообщило и распространило с большой помпой сообщение о том, что с начала войны с Украиной российская армия, она уничтожала танков «Леопард», состоящих на службе вооруженных сил Украины, на целых 6 миллионов долларов, и все, расисты были дико счастливы, вот это мы наколотили танков, вот это победа, вот это все, хохлы завтра победут, потому что мы переколотили у них все «Леопарды», ну и небольшая справочка, стоимость одного танка «Леопард» составляет 6 миллионов 800 тысяч долларов, у меня все, слава Украине! «Леопард»